Праздник спорта и доброты. В Барнауле состоялся 11-й зеленый марафон. Забег объединил жителей 60 городов страны. На базе локомотив в краевой столице бежали и взрослые, и дети. Какие дистанции они преодолели и чем еще развлекали организаторы. Об этом далее. Внимание! Илья, расскажи, а почему ты бегал? Потому что папа меня хотел, чтобы я побегал. Сын пробежал в забеге, а муж сейчас готовится. Дело в том, что мы его буквально заставили, потому что я считаю, что для самооценки это очень важно. А ребенок растет такой не очень, скажем так, уверенный в себе. И мы стараемся во всяких марафонах принимать участие и видим, как его самооценка растет. В основном забеге бежали те, кому уже исполнилось 14 лет и взрослые бегуны. 4 километра 200 метров уместились в один круг по лесной территории. Последними на старт вышли участники в дисциплине «Скандинавская ходьба» полезного спорта для любого возраста. Сопровождала забеги развлекательная программа. Для юных посетителей марафона впервые организовали интерактивную площадку «Город профессий». Ты захотела какую-нибудь профессию сделать своей? Я бы хотела сделать профессию мультипликатора. Мы реанимировали мультик. Это как? Мы рисовали цветочки и потом на фоне выкладывали их и монтировали ролик. Мультипликатор, спасатель, полицейский, врач или инкассатор. Почти два десятка организаций «Барнаула» и «Края» с удовольствием познакомили детей со своими профессиями в форматах мастер-классов, викторин и открытых уроков. Мы вообще ориентировались на детей изначально, потому что мы тоже в городе профессии участвуем как площадка. Но вот по моим наблюдениям интерес вызывает у взрослых больше, наверное, чем у детей. И у мужчин, и у женщин. Всем хочется. Потому что инкассатор – это все-таки такая закрытая профессия. И видят только, когда приходят клиенты у инкассатора, они знают, что происходит, когда они выходят из здания организации. Демонстрируем, какое у нас обмундирование, то есть какие у нас специальные приспособления для работы. Мы им позволяем померить бронежилет и понять, что это достаточно нелегкая профессия. Спортивные батлы, конкурсы с призами, зажигательная музыка и танцы – все необходимые элементы праздника. У зеленого марафона получается продвигать спорт в массы. Его посетили около 4000 человек. А в забегах приняли участие почти 700 атлетов от 7 до 70 лет. Но зеленый марафон – не только спортивный праздник. Традиционно он преследует и благотворительные цели. В этом году все средства, собранные в рамках марафона, передадут на помощь детям. Зеленый марафон проводится ежегодно и присоединиться к нему может любой желающий. Дарья Ирошина, Андрей Печоркин. День с толком.